Доброе утро, уважаемые наши зрители. Мы встречаемся с Олегом Николаевичем Мурашовым. Он в Москве, а я в Германии. И мы с ним рассказываем о том, как проходит наш фестиваль в Эдномире и что там ожидает наших участников, которые придут на секцию к Олегу Николаевичу. Олег Николаевич, Ваша секция называется «Нелинейное образование легче и качественнее». Вы можете как-то это пояснить? Добрый день, дорогие друзья, все, кто собираются приехать в Эдномир и, может быть, даже и те, у кого не получится, в любом случае я вас приветствую. За этим словосочетанием «нелинейное образование» или «нелинейная педагогика» находится, во-первых, несколько, может быть, подходов или несколько методик, среди которых, наверное, основная – это научная фэнтези. То есть это обучение через воображаемые миры, оно позволяет именно миновать такие вот обычные, принятые, общепринятые этапы, последовательные в образовании, которые мы сейчас наблюдаем в школе. И не только сейчас, это традиционно было, а вот благодаря таким вот подходам это можно избежать. Ну и за счет такого вот, на первый взгляд, хаотичного движения в этой вот образовательной лестнице, мы можем достигать большой заинтересованности учеников, потому что они погружаются в некую воображаемую среду, там им весело, интересно, они могут сами придумывать истории какие-то, ну, разумеется, по чутким руководствам и контролям всевидящего ока, то есть моего. То есть мы импровизируем, но в рамках того, что должно быть. Ну, понятно. Олег Николаевич, а скажите, пожалуйста, вот Вы Вашу методику, или Вы упомянули о том, что несколько таких способов в комплексе дают это нелинейное образование, а вот Вы его практически так в жизни сами сейчас используете как-то? Безусловно. Ну, например. Вы имеете в виду в ежедневной жизни? Ну да. Моей личной. Ну, Вы же, наверное, как-то преподаете что-то где-то. Расскажите нам, чего. А, Вы имеете в виду преподавательскую работу? Ну да, да. Ну, так, конечно, это то, чем я, собственно, занимаюсь уже много лет, может быть, десятков даже, ну, десятков, наверное, нет, но, может быть, лет, наверное, двадцать всего, именно используя эту методику более-менее сознательно. Ага, понятно. Сейчас я специализируюсь на английском языке. Ну, так получилось, что я с ним неплохо познакомился в свое время, и поэтому получилось, что я могу достаточно интересно и быстро ввести людей, вне зависимости от возраста, ну, в какой-то вот мир, новый, воображаемый мир, и таким образом попасть в мир английского языка. Понятно. Очень интересно. Очень интересно. А скажите, пожалуйста, вот мы сейчас с Вами переходим к этнамиру, мы там будем с Вами работать на улице Мира, наверное. Наверное. Да, и есть у нас два варианта. Два варианта есть работы для Вас. Смотрите, на Вашей секции начинает работать в 9 утра, и до часу дня она 4 часа работает. И я сейчас хочу Вас спросить, вот есть два варианта Вашей работы. Один вариант – это в отдельном помещении, где Вы занимаетесь тем, что Вы считаете нужным, и второй вариант – это вот, значит, вот в этом, вот я сейчас покажу эту картинку, вот в этом большом куполе, ну, Вы были в этом мире, я знаю, и Вы представляете себе, что это такое. Вот в этом большом... Что-что? В отдельном помещении. В отдельном помещении. Хорошо. Значит, Морошок у нас работает в отдельном помещении. Вот мы его здесь полотом. Вот так он работает. Хорошо. Вам видно, да? Очень хорошо. Очень хорошо видно. Вот отлично. Значит, вот. А в это время, ну, моя секция, она работает вот где-то здесь вот в куполе. Тоже с 9 до часа. У меня две секции, но я вот, значит, поставлю две группы столов. Значит, одна секция – это инвесспорт, а другая – значит, парная технология парного обучения. И вот ситуация такая. До часа Морошок работает вот здесь, да? Вот, елки-палки, моя эта секция, камера, она что-то такое ерундит. Ну, ничего страшного. Вот. Значит, вот, Морошок у нас работает вот здесь, а я работаю вот здесь вот с двумя секциями. А в это время посетители этном мира так себе прогуливаются по улице мира. Вот таким вот образом. Да. Вот. Много вы их нарисовали там, да? Ну, да, специально, чтобы было понятно. Вот. Образ. Смотрите. В час вы идете обедать со своей группой, и в два часа вы приходите вот сюда. И мы для Олега Николаевича Морошова ставим еще группу столов вот здесь и говорим. Вот тут вот будет, значит, научная фэнтези Морошова, работать уже в куполе до 7 вечера. Значит, вот скажите, пожалуйста, другие участники, которые в это время работали в других секциях, они тоже сюда придут. Например, придут участники секции Жанр Сугак, и они тоже захотят познакомиться с научным фэнтези. Вот вы можете как-то организовать работу? Вы же тоже знаете технологию парного обучения. Вы же с ней хорошо знакомы, правда? Да, конечно, это прекрасная штука, она очень хорошо работает. И на самом деле, я тут ничего, если отвлекаюсь? Да, конечно. Я просто хотел сказать, что, может, у меня не такой уж прям очень большой и богатый опыт, но уже, наверное, года полтора, в той или иной степени я иногда очень активно использую или полностью методику, или ее элементы на занятиях, семинарах. Но поэтому я хотел сказать, продолжить, что я вообще бы, например, в своей ежедневной, поседневной практике бы работал только на основе именно этой парной методики, парной технологии. Но, к сожалению, не так легко это организовать, в особенности, учитывая то, что почти все время я работаю онлайн. Понятно, понятно. Так что это вам задание, уважаемый Григорий Олегович, вы давайте там придумывайте, как через интернет можно теперь парным образованием заниматься. Да уже все придумано. Придумали, ну вот и расскажете, давайте. Уже все придумано, значит, вот и сейчас у меня к вам какой вопрос? Ну какой? Вот вы, ваши участники секции после обеда, пришли, значит, туда. Некоторые говорят, а я хочу пойти изучать парную технологию обучения, и пойдут ко мне в секцию. А некоторые участники моей секции скажут, а я хочу узнать, что такое нелинейное образование Мурашова, и пойдут в вашу секцию. Скажите, пожалуйста, вы готовы к тому, чтобы участники вашей секции в парах обучали других вот этой нелинейной технологии обучения? Я не очень понимаю вопрос, почему я, что значит я готов? Ну и хорошо. Вы-то всегда готовы, это понятно. А участники вашей секции, они до обеда работая вот в отдельном помещении, они приготовятся к тому, чтобы потом то, что они от вас получат, передавать другим. Ну, то есть вы намекаете на то, что я их должен подготовить? Ну, конечно, как-то так, чтобы они могли это передавать дальше. А, ну так, если вы скажете, значит, будем готовить так, как надо. А, ну отлично, отлично. Вот это вот, меня очень радует вот такой ответ. Значит, ваши участники, они придут в этот мир, в смысле, в купол, придут уже такие хорошо подготовленные. Ну, нам же нужно получить сообща хороший результат, верно? Вот, это же главное, правда? Ну, конечно, да. Вот, конечно. Мы будем стараться помогать друг другу. Дело в том, что каждый участник какой-то одной секции, я хочу вот озвучить очень важную мысль для участников, что каждый участник одной секции, он имеет возможность познакомиться с тем, что происходит в других секциях с 2 до 19, то есть после обеда, общаясь, ну, по технологии работы в парах, значит, с другими участниками других секций. То есть каждый руководитель секции, он вот готовит своих подопечных к тому, чтобы после обеда они могли этим делиться, понимаете идею, да? Конечно, отлично. Да, вот, то есть у нас получится такой большой реактор работы в парах. Ну, сами вы понимаете, что вот, ну, мы, конечно же, используем при этом элементы технологии, и сейчас у меня к вам, кстати, будет вопрос. Я сейчас переключаю камеру, чтобы показать еще одну схему. Вот, вот такую, значит, схему. Вот, знакомые вам листки учета, да? Да, 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 да. Вот, один из этих листочков, значит, будет, ну, про вашу секцию. Здесь будет написано научное фэнтези, морошок. Да. Люди других секций будут подходить, там, и в этих листочках они потом после работы с участниками вашей секции, они будут отмечать, кто чего там узнал, и так далее. Ну, то есть, это наша рабочая документация. Ага. Да. А теперь, вот смотрите, вот еще одна такая схема, очень важная для вас. Значит, вся работа в этом мире для участников секции начинается вот с этого пункта. Итак, вот это общая схема обучения в парах. Участники моей секции, они получают вот такое домашнее задание. То есть, у меня к вам вопрос, вы готовы выдать участникам прямо сейчас, да я не имею в виду разговоре, в нашем разговоре нет, а онлайн выдать домашнее задание участникам вашей секции, для того, чтобы они, прежде чем они приедут в этот мир, пошли бы во внешний мир, да, там подготовили материалы на входе, принесли бы их к вам в секцию, и вы бы там с ними, ну, может быть, в парах, а может быть и нет, это уже вы сами решите, значит, и вы бы там в своей секции с ними работали, а потом они с материалами на выходе пришли бы в купол, вот сюда к нам, вот, значит, где мы вот с вами говорили, вот сюда. Понимаете, да? Вот. И, то есть, я хочу вас спросить, вы будете готовить домашнее задание для участников вашей секции? Алло. Ну, я не думал об этом. Не, ну, вот, вообще, оно необходимо вам? Нет. Нет такой необходимости, да? Ну, нет, может быть, это в будущем я буду использовать, но сейчас даже нет ни одной светлой мысли. Не, ну, я понимаю, это неожиданный вопрос, это все понятно. Вы бы мне могли ранее сказать, я бы подготовился, что сказать. Ну, понятно, понятно. Вот, ну, смотрите, вообще, это такая мощная, мощный инструмент, ну, с помощью которого я готовлю своих участников, ну, к тому, чтобы они приехали не с пустыми руками, понимаете? Ну, вот. То есть, я им говорю, ребята, ну, немножко надо постараться. Вы же получили от всех руководителей секций подарки, вот, вы получили от меня подарок, давайте, ну, чего-нибудь в ответ. Ну, вот такая логика, понимаете? Вот, то есть, ну, как минимум, я бы хотел, чтобы участники привезли какие-то маленькие сувенирчики, которые они могли бы дарить другим участникам, ну, в знак своего, своей симпатии, в знак того, что они хорошо вместе поработали, там, тем, кто нравится. У нас практикуется, в наших фестивалях такая практика, ну, вот, дарить подарки тем людям, которые тебе понравились. Вот. Ну, в общем, я доволен нашим разговором. Значит, спасибо вам, Олег Николаевич. Если вы хотите еще пару слов сказать, ну, нашим зрителям, которые будут нас с вами видеть, то, пожалуйста, скажите, и мы завершим нашу встречу. Ну, я хочу сказать еще зрителям, что все участники получат от меня подарки. Вот вы тут упомянули. Подарок. Ну, подарок – это новая, совершенно новая таблица неправильных глаголов английских, это книжка, но вот уже можно будет получить электронную версию книги, полную версию книжки, ну, а по прибытию на место, надеюсь, все увидят и бумажный вариант. Сейчас книга в печати находится прямо вот на этой, на прошлой неделе она была сдана туда, так что, к сожалению, я не могу пока показать тут печатную версию, но она есть. Вот. И вот еще хочу сказать буквально два слова, что только-только у меня закончился выпуск и создан видеофильм, 14, аж 14 серий, представляете, 14, игровой фильм, где я играю короля Дида, как положено в своем королевстве, у меня там принцессы, у меня там всякие куклы, то есть 14 коротких по 10 минут фильмов, которые рассказывают и детям и взрослым о том, что такое есть мир на нашей планете, Ингланд, какие страшные звери и так далее. Олег Николаевич, у меня тогда к вам вопрос, а вот эти фильмы, они доступны в интернете, вы можете вот здесь, подождите, у нас внизу, где будет наше видео, тут внизу есть комментарии, вы можете туда положить ссылку? Ну, фильм коммерческий вообще-то, и это, я еще не знаю, как он будет распространяться, сейчас делают некую нарезку из нескольких серий, ну, для того, чтобы привлечь внимание, ну и он будет продаваться, как вот полный курс, это три с половиной часа видео учебного, поэтому, ну, такая вот, пока неопределяющая политика в отношении этого видео. То есть, мы можем ожидать от вас ссылку вот на эту нарезку, для того, чтобы люди могли онлайн познакомиться? Да, конечно, она будет и рекламного характера, ну и в том числе, чтобы было понятно, что, о каком таком фильме идет речь. Понятно, хорошо, тогда будем уже говорить нашим зрителям до свидания, до свидания, всего доброго, здоровья.